Здравствуйте! Это программа «Разговор по существу» и ведущая Наталья Мефтохудинова. Сегодня у нас с вами интервью с мэром города Магадана Юрием Фёдоровичем Гришаном. Здравствуйте, Юрий Фёдорович! Здравствуйте, Наталья! Интервью у нас с вами праздничное, посвящено Дню города. Здравствуйте! Настроение у горожан торжественное, хорошее, но эпитообстановка нам не позволяет расслабиться. Расскажите, какие-то будут гуляния, торжества, мероприятия? Что запланировано? Ну, прежде всего, я вам хочу сказать, что спасибо, что мы с вами встретились накануне праздника. Магаданцы действительно в ожидании гуляний. Привыкли, что когда-то даже стадионы собирали, да, это была традиция многолетняя, да, повторили эту традицию в 19-м году на юбилей. Слава Богу, что не было никаких ограничений. Но вот что касается сегодняшнего дня, несмотря на то, что, конечно, количество заболевших меньше, чем было такую же дату год назад, но, тем не менее, ситуация тревожная. И мы не можем недооценивать те риски, которые могут привести массовые мероприятия. Хоть мы и говорим, что мы будем соблюдать социальное дистанцирование, там, маски, полтора метра, на самом деле ничего этого не происходит. И мы будем идти ровно по постановлению губернатора. У нас будут мероприятия проходить, но они будут такого локального характера. Мы проведем все церемониальные такие вещи. У нас будет церемония вручения звания «Человек года» и по номинациям, и избранного. Мы это все держим в тайне, знаете, что заседал оргкомитет, жюри, голосовало, все определено, все награды расставлены, все подписано. Это обязательно церемония у нас будет с соблюдением как раз вот количественного состава не более 50 человек. То же самое у нас в эти дни подводятся итоги и нашего городского традиционного мероприятия. Это меценат года. Мы тоже подвели итоги, и люди, которые внесли значительный вклад за этот год в развитие города и своим трудом, и пожертвованиями, которые они делают на развитие города, все они тоже будут, конечно, отмечены. У нас пройдет и такая очень камерная церемония по вручению почетной ленты Сергею Ефимову. Он решение Магаданской городской думы удостоен звания почетный гражданин города Магадана посмертно. Это тоже пройдет у нас вот в сквере, где расположены галереи наших почетных граждан. Это мероприятие тоже пройдет. Будут небольшие концертные площадки с соблюдением, опять же, нормы 50 человек. И все это будет, конечно, в основном на открытых пространствах, в сквере морском. И там Куваевский костер пройдет традиционно, и в сквере морском будут программы, но для небольшого количества людей. Большого концерта на Магаданской площади или на стадионе, увы, в этом году не будет. Я рассчитываю на то, что магаданцы очень правильно относятся ко всем призывам, связанным с вакцинацией. И иммунная прослойка, которую мы создадим в городе Магадане, нам задача стоит, что не менее 60% магаданцев должно быть привито. Она позволит нам выйти на то, чтобы какие-то ограничения. Особенно меня волнует 1 сентября, учебный год, не хотелось бы заходить в режиме онлайн. Детям это не очень нравится, эффект сомнительный, поэтому нам нужно сделать все для того, чтобы уберечь граждан, здоровье и сбережения. Жители Магадана – это самый главный вопрос. Но попразднуем локально. Поняла, спасибо. Все равно я считаю, что самым главным подарком для горожана от вас, как от главы города, от градоначальника, является строительство. Строительство различных объектов, в первую очередь для них. Расскажите более подробно, давайте остановимся, например, на парке «Маяк», это вторая очередь. Что сейчас там происходит, успеваем в сроки и вообще на какой стадии находятся? Ну, люди очень любят парк «Маяк», там бывает очень много людей, рассказывать особо не надо. Все видят, что там полным ходом идут строительные работы. Компания «Подрядчик», по сути дела, та же самая, которая и строила в первую очередь парк «Маяк». Они нас не подвели в 2019 году, и я думаю, что они не подведут нас и в 2021. Я хочу напомнить, что денежные средства, на вторую очередь парк «Маяк», нам были выделены после посещения города Магадана представителям правительства Михаилом Владимировичем Мишустином, который очень понравился парк «Маяк». И, слушая нашего архитектора Людмилу Терещенко на представление этого проекта, он спросил, сколько надо, сколько Люда назвала, столько и было записано в протокол и дали. Но, когда разработали проектно-смертную документацию, оказалось, что нужно на 62 миллиона больше, нежели была сумма обозначена. Тем не менее, мы изыскали эти денежные средства в городском бюджете, мы полностью обеспечены финансированием на этот объект. Нам будет помогать и ресурсный центр Министерства культуры Магаданской области в сумме примерно 30 миллионов рублей. И я думаю, что общими усилиями мы финансово обеспечим эту стройку. Что касается сроков, я думаю, что, даже я не думаю, я уверен, что мы до 1 ноября, как в контракте прописано, работы все закончим. 1 ноября все думают, вот мороз, до нас там практически не останется на этот период мокрых работ. Там останутся монтажные работы по всевозможным игровым элементам, которые придут, как покупные изделия из других регионов страны. И нам останется только смонтировать, равно как и опоры освещения и так далее. Ну, такая же ситуация была и с первой очереди у парка Маяк, и мы открывали, помните, был мороз, да, все вычислили, был фейерверк, был НР на сцене, на афитеатре. И думаю, что здесь тоже сделать. Но у нас и другие объекты в городе Магадан есть, которые формируют внешний вид города Магадана. Это и парк Дюкча, этническая культура народов севера, востока, в устье реки Дюкча. Там тоже мы явились победителем общероссийского конкурса. Нам выделили аж 80 миллионов рублей. В этом году правительство в лице Минвостокразвития добавило еще 10 миллионов рублей. Проект 212. Ну и вот Сергей Константинович сообщил радостную вещь, что на 2022 год, а он у нас двухлетним идет этот проект, в полном объеме деньги Минвостокразвития выделяет. И у нас дефицита бюджета на этот объект абсолютно не будет. Кроме того, люди у нас голосовали за обновление сквера шестидетия Магадана. У нас впереди и сквер Воронова, и сквер на Соколе, и сквер в Уптаре. Все люди хотят, чтобы у них было какое-то общественное пространство, у них можно было бы собираться. И вот сейчас строится школа на Снежном, и там очень много произведено снос, и вот люди ко мне подходят и говорят, а вот здесь бы нам небольшой парк сделать. За Домом культуры поселка Снежный будет развернут небольшой парк, где можно будет жителям этого поселка гулять, встречаться. Там, кстати, очень много детей. И вот мы строим начальную школу детский сад на 30 детей, на 50 школьников. А уже сейчас я вижу, что, наверное, все-таки детей там гораздо больше. И спасает нас то, что сами помещения, они очень большие, и количество детей можно будет, конечно, в этом учреждении значительно увеличить. Кстати говоря, в этой школе впервые будет реализовано многолетнее желание мамочек. У нас, помните, были группы продленного дня, да? Сейчас это называется школа полного дня. Но в связи с тем, что школы переполнены, и требования к группам продленного дня, они очень жесткие сейчас. В городе это сделать невозможно. Но вот в школе на Снежном появятся группы продленного дня. Это, конечно, очень-очень здорово. Заговорили про школу на Снежном. 1 сентября дети пойдут в ней? Откроем? У нас обратной дороги нет. Мы не готовили старое здание школы, мы не готовили старое здание детского сада. Кстати, детский сад находится в приспособленном помещении в первом этаже многоквартирного дома по улице Береговой. По сути дела, в комнатках там в каких-то маленьких сидят дети. Не имея даже собственной площадки, она находится через дорогу. Нужно водить детей, чтобы они поиграли на своей игровой зоне. Ну, равно как и у школы. Школа 50-х годов, она валится, и мы уже два блока снесли. Там была и средняя, и второй ступени школы. Уже нет ни средней, ни второй. Детей возим в город Магадан. Но началку мы должны сохранить, чтобы дети ходили в новую школу. Интересует финансовая сторона. Запланировано очень много затрат. Хватает ли на все денег в бюджете? Ну, мэру никогда не хватает денег. Если мэр скажет, что денег хватает, значит, он ничего не делает. Если ничего не делает, то денег вообще просто море. Но если реализовать планы, если выстраивать свою жизнь в соответствии с пульсом города, с пожеланиями людей, то денег не хватает. Нам не хватает денег, потому что нам нужно делать больше дворов, чем мы делаем сейчас. Нам нужно ремонтировать быстрее тротуары и ускориться по программе пешеходный Магадан. Нам нужно по безопасным качествам автомобильным дорогам не 140, не 200, как в этом году. Как минимум миллиард рублей в год для того, чтобы привести уличнодорожную сеть города Магадана в нормативное состояние. Поэтому на те текущие задачи денег хватает. На перспективу, вот есть хорошее выражение, я его повторяю, и зализ в стране чудес, чтобы остаться на месте, нужно очень быстро бежать. Поэтому, если мы сейчас не будем ускоряться, то запросы граждан, они будут опережать наши действия, и люди будут все более и более недовольны тем, что сегодня происходит. Кстати говоря, когда оценивают индекс качества городской среды, городских поселений с численностью до 100 тысяч человек, ну вот в категории до 100 тысяч человек, и говорят, вот там вы набрали 181 балл, это средний уровень, да, ну как бы неплохо на самом деле. Вот, но в том году мы сделали многое, все равно осталось 181. Это значит, те, которые с нами бежали в этом забеге, тоже бежали достаточно быстро, и мы оказались на планке 181. Если бы мы хоть на секунду бы задержались, мы бы упали бы на 179 там, или может быть даже еще меньше баллов. Поэтому наша задача по индексу качества городской среды, вот по которой нас оценивают, вот ускоряться, ускоряться и ускоряться. И то, что мы сегодня делаем, и в вторую очередь паркомаяк, и дворовые территории было 100, стало 170, на следующий год 200. Это говорит о том, чтобы не стоять на месте, мы ускоряемся и бежим все быстрее и быстрее. Вот, поэтому надо много менять. Людям очень не нравятся фасады домов, в которых они живут, им не нравятся крыши, которые текут, им не нравятся подвалы, в которых капают трубы и так далее. Сейчас очень активно начал работать фонд капитального ремонта. Я уже говорил, что, конечно, от командира зависит много. Вот сейчас руководители фонда капитального ремонта и подходы, которые у правительства выработались к работе фонда, они буквально уже осенью этого года вы увидите, как изменится внешний облик города Магадана. Я очень люблю ездить по объектам, которые сейчас сделает фонд капитального ремонта. Это и дома по Приморску, это дома по Портовой 38, это дворовый фасад по Портовой 3579, наша историческая часть, по домам, которые по Колымскому шоссе идут, которые формируют внешний облик города. И вообще очень здорово, что у нас 12 марта этого года была принята губернатором государственная программа «Столица». Она уже показана, кстати говоря, на странице «Вечерний Магадан», а надо на первом листе тоже вот этот калаш сделать по дворам, по транспорту общественному. Там много вопросов. Ремонты школ, учреждения культуры, дороги, дворы, приобретение коммунальной техники, снос строений. Вот я считаю, что мы на правильном пути, вот одна из составных частей этой программы «Столица» под программой «Бульдозер». То есть, если мы снесем вот этот весь хлам, который в городе есть, это уже поудело будет сделано. Снесем, разровняем, посадим травку, это уже будет неплохо. Чем мы смотрим на эти остатки роскоши 90-х годов, свайные поля, брошенные гаражи, сараи, полусгоревшие здания и так далее, и так далее. Это все формирует негативный образ города, и мы на самом деле этого не заслуживаем. Юрий Федорович, Вы не раз говорили, что Шестигранна Магадан – это город Вашего детства. Расскажите, пожалуйста, еще о любимых местах в нашем городе, где Вам хорошо и спокойно. Ну, вот сейчас мы находимся на одном из моих излюбленных мест. Как известно, я родился в 1957 году в городе Магадане, и парк уже в городе Магадане был. Он был другой. Кстати говоря, вот эту входную группу, эти гербы, лепил мой отец. Он работал штукатуром-маляром, и у меня есть фотография, что именно эти вещи, колонны и верх колонны, эти гербы, делал мой отец вместе со строительной бригадой. Я любил гулять по Магадану. Магадан действительно город уникальный. Он действительно странный, как в стихах пишут этот странный, шестигранный. Магадан странный, потому что в нем очень много загадочного, для кого-то, может быть, непонятного. Кто-то сумел разгадать за годы жизни загадку Магадана, кто-то не сумел, но каждому свое. Я любил гулять по улицам города. У нас другого развлечения тогда не было, потому что общественный транспорт только был, на автобусах не очень было прикольно, как сейчас говорят, ездить. Вот эта улица Ленина, которая у нас вот здесь справа, это сейчас она в асфальте, а тогда это была улица с грунтовым покрытием. Постоянно по улицам города ходили поливальные машины, не для того, чтобы мыть, а для того, чтобы обеспыливать улицы города. Но тротуары были, но они не всегда были шестигранные, тротуары были дощатые, из таких дощатых настилов. Но до самого Марчакана были эти настилы, я это хорошо помню, потому что меня пешком папа водил в детский сад номер 40, который находится в поселке Седьмой рабочий городок. В Магаданце очень вообще любили гулять. Когда укатали в асфальт улицу Ленина, у нас так назывались массовые гуляния по улицам города. Закрывали не мы, тогда другая власть, грузсполком закрывал улицы, люди гуляли, веселились, танцевали, играли духовые оркестры, у нас сейчас он один, а тогда их было много. Была большая читальная зона здесь в парке, было огромное количество шахматных досок, и проводились турниры по шахматам в парке. Конечно, танцплощадки незабываемые, их было здесь целых три в разное время. И у меня есть старшая сестра в Магадане, Мария Федоровна, она значительно старше, она 1943 года рождения. Мы ходили смотреть, как она танцевала на этой танцплощадке. Потом танцплощадка переехала вверх, где было позже колесо обозрения первое установлено, а потом на то самое место, где сейчас находится ледовый наш дворец. Я очень любил парк, я очень любил ходить в кино. Мы многие фильмы смотрели по несколько десятков, даже раз, как «Неуловимые мстители». Мы очень любили посещать муниципальный сейчас центр культуры, тогда он назывался Дворец культуры профсоюзов, который возглавляла Инна Борисовна Дементьева. Я у нее был, как говорю, последним председателем правления Дворца культуры профсоюзов как учреждения именно такого типа. Я люблю ходить в свою школу номер 17, ныне английская гимназия. Я люблю проходить мимо детских садов, в которых я был. Я люблю ходить пешком на работу и с работы мимо дома, где я прожил все свое детство. Это Карла Маркса 41, это дом, где ЗАГС находится, где был магазин «Софт Капитал». Каждый уголок мне знаком, я знаю все. И от того где-то внутреннее чувство неудовлетворенности, что я не могу смотреть в глаза людям, если я, будучи коренным жителем города Магадан, многие не понимают, наверное, мне, да вот он не хочет. Я хочу сделать все, что я могу сделать, и даже больше. Вот у меня иногда спрашивают, вот кредиторская задолженность, там вот кредиты. Мне очень понравилось выступление одного из депутатов городской думы, когда он меня слышал, говорит, а какая нам вообще разница, за какие деньги мэр это делает, да? Нам важно, чтобы это было. А где берутся деньги, из каких источников, это вообще эти подробности жителей абсолютно не интересуют. Я вам сегодня рассказывал, вот парк «Маяк» начали, денег не было, добавили. Сейчас начали вторую очередь, денег не было, добавили, добавили. Дюкче денег не было, добавили. Поэтому нужно смело просто двигаться вперед. Когда-нибудь придет тот самый момент, когда городские долги будут так же погашены, как сейчас делается в отношении многих субъектов Российской Федерации по указу президента. Когда он в послании выступил в своем и сказал, ну куда такая закредитованность? Подойдут и к муниципальным образованиям, и нам помогут вернуть. Потому что понимаем, что сегодня исключительно на те бюджетные средства, которые поступают в виде налогов, на них жить невозможно. Люди хотят жить намного лучше и быстрее увидеть изменения, нежели они сегодня происходят. Поэтому я стараюсь сохранить все, что можно сохранить в городе Магадан. Сейчас, кстати говоря, мы работаем вместе с нашим социальным партнером компанией Александра по возвращению входной группы в поликлинику номер один. Там стояли ворота, колонны, вот такие же кованые ворота были, как здесь. Они, конечно, были нефункциональны, они были всегда в открытом положении. Но, тем не менее, это было, и это нужно возвращать. Поэтому люблю Магадан. С ним всегда, с ним связаны мои надежды. Здесь мои дети родились, здесь выросли. И каждый уголок, он именно та частичка моего состояния, в котором я пребываю, находясь здесь уже столько лет. Юрий Федорович, наш город активно развивается и хорошеет на глазах. Расскажите, какое будущее нашего Магадана и почему отсюда не стоит уезжать? Ну, во-первых, здесь очень легко рассказывать, потому что отсюда начинался Магадан, вот именно с этой точки. И, наверное, в 1929 году тоже кого-то спрашивали, какое будет будущее Магадана. Они там рассказывали, что будет через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 лет. Вот у меня сейчас задача рассказать об этом, когда городу уже будет 82 со дня образования и 92 со дня основания. Вот здесь мы 23 июня этого года провели памятное мероприятие у памятника первопроходцам. Кстати говоря, не совсем это памятник. Вот сейчас представлена полная версия, как это должно было быть. На самом деле у нас здесь только находится постамент от памятника. А все, что касается скульптурной группы, мы сейчас вместе с нашими художниками работаем над тем, чтобы все-таки собрать деньги и закончить эту скульптурную композицию. Кстати говоря, здесь будет и полностью модернизирована вот эта площадка, памятное место. Это, ну, как бы по легенде, именно здесь был Владимир Семенович Высоцкий. Именно здесь он пропел эти замечательные слова. Кто не видел Нагаевскую бухту до тракты, прилетел я сюда не из бухты, а барахты. Так вот, будущее Магадана, оно очень легко вот с этой точки как раз и просматривается. Вы видите, как внимательно сейчас занимается правительство области и Российской Федерации развитием морского рыбного порта. Вместе с морским рыбным портом будет строиться и завод рефконтейнеров. И это не выдумка, это правильно делается, потому что будущее за транспортировкой замороженной рыбной продукции именно в модулях, именно в рефконтейнерах, они на валом, в трюмах, как сегодня это происходит. За моей спиной сейчас находится очень важная часть города Магадана, которая уделяет огромное внимание. Морские ворота, торговый порт город Магадан. Вы знаете, что были сделаны два причала, еще два предполагается модернизировать тем, чтобы объемы переработки грузов в Магадане росли. Следовательно, это будущее Магадана и Колымы. За моей спиной и первая очередь парка Маяк. За моей спиной стройка второй очереди парка Маяк. За моей спиной берегоукрепление. Цена вопроса почти 1 миллиард рублей. Эти деньги выделило правительство Российской Федерации, потому что это дорога жизни, как я называл. Когда мы в 2014 году объявляли ЛЧС, что не будет дороги, мы будем на санках муку возить из торгового порта по льду. Другого бы пути не было. Заканчивается работа. Я думаю, что действительно в этом году мы обновленный участок увидим. Вы видите, как раз за моей спиной строится новый жилищный комплекс Ногаевский. Реконструируется улица Приморская. Делаются новые инженерные сети. Вот пока я ехал сюда и выехали сюда, видите, разрытие там, разрытие там, разрытие там. Это говорит о том, причем это новые направления инженерных сетей. Это значит новые точки реализации наших инвестиционных планов по развитию города Магадана. Со всем рядом строится родильный дом. Вот буквально можно увидеть, вот кран стоит, там строится родильный дом. И родильный дом строится на перспективу, на то, что в городе Магадане будет жить не менее 200 тысяч человек. Это правильно. Родильный дом заберет под себя все учреждения, значит, оказания помощи женщине, матери. Это и гинекологическое отделение на Парковой, которое находится в аварийном состоянии. Это женская консультация на Пролетарской, которая находится во встроенном помещении. Это поликлиника «Семья и брак», которая находится во встроенном помещении. И, конечно, уже не отвечающий никаким современным требованиям родильный дом по улице Наровчатого, который был введен срочно где-то в 1980 году в связи с тем, что не могли из старого роддома никак избавиться от стафилококковой инфекции. Поэтому вот смотреть, если на город Магадан внимательно, и человек, который объективен, он видит, что город Магадан развивается, и все это делается на перспективу, чтобы здесь, первое, удержать тех людей, которые здесь остались, не уезжали, видели, что их целеустремления, они обоснованы. Здесь есть чем заняться жене, детям и главе семьи. Мы должны создать привлекательность для тех людей, которые еще думают приехать в Магадан или не приехать. У нас очень много вакансий, у нас неплохая заработная плата, поэтому у Магадана все составляющие для нормальной жизни есть. Нам не хватает, конечно, благоустройства, нам не хватает жилья. И то, что сегодня в стратегическом плане развития города Магадана до 2025 года, оно синхронизируется с планами правительства, и действительно, развитие горохового поля в городе Магадане как нового жилищного комплекса, она свидетельствует о том, что те планы, которые в том числе я в 2015 году прияна пост мэра города провозгласил, они актуальны, и нам невозможно будет сюда привезти дополнительно людей, если мы не обеспечим им условия жизни, может быть, даже действительно в арендном жилье, на что сейчас делается ставка и правительством Магаданской области. Поэтому Магадан был, есть и будет. Юрий Федорович, поздравьте наших жителей с Днем Города. Дорогие горожане, поздравляю всех с праздником. Хотелось бы, чтобы это было широко и ярко с фейерверком на нашей замечательной бухте Нагаева. Но самое главное, чтобы мы с вами были здоровы. Я сейчас говорю раньше о здоровье, вы говорили там счастье, здоровье. Сейчас говорят здоровье и счастье, потому что только здоровый человек может испытывать удовольствие от того, что рядом здоровые дети, мамы, папы, родственники и близкие. Поэтому здоровье, а счастье будет. Счастье мы должны сделать все, как власть городская, для того, чтобы вы были счастливы. Спасибо большое, Юрий Федорович. Это была программа «Разговор по существу» и ее ведущая Наталья Мефтуходинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова